Всем привет, меня зовут Дмитрий Васильев, я андроид-разработчик в FANCORP. Пару слов о компании. Компания была основана в 2004 году, и вот уже 14 лет мы занимаемся разработкой развлекательных сервисов в основном для рынка США. Нашим основным продуктом является мобильное приложение iFunny на iOS и Android, которое входит в топ-10 сторов США и имеет более 50 миллионов установок. В нашем приложении обширная кодовая база, поэтому в ней достаточно много сложных технических решений, которые достойны отдельного доклада, но мы же сегодня собрались поговорить о кэшировании в целом и о нашей реализации в частности. Что сегодня мы обсудим, услышим? Это стратегии кэширования, которые в основном используются в мобильной разработке. Как выбор стратегии нас привел к полномасштабному рефакторингу. Поговорим о необходимости кэширования, реализации кэширования своими силами. Я дам несколько советов по этой самой реализации, ну и на десерт посмотрим немного статистики, как это повлияло на наше приложение. Но прежде чем мы перейдем к стратегиям, я бы хотел обозначить, что я подразумеваю под кэшированием в мобильных приложениях. Я подразумеваю под этим сохранение информации, которая для избежания повторного ее перезапроса с сервера. Сохранять вы ее можете куда угодно, то есть это могут быть базы данных, это могут быть файлы, оперативная память или даже preferences, если вам нужно сохранить какие-то небольшие данные. В рамках этого доклада я буду в основном опираться на файловый кэш, который реализован у нас, но не будем упускать из внимания, что стратегии, которые будут представлены, применимы ко всем этим перечисленным данным, хранилищам. Будем отталкиваться от этого. Я думаю, все когда-либо видели лоудеры, прогресс бары в приложениях, и хоть они и красивые, но они часто раздражают. Если вы их видите один-два раза за сессию, возможно, это никакого диссонанса у вас не вызывает. Но представьте, что у вас каждый свайп в приложении вызывает загрузку, триггерит загрузку, и на каждую загрузку отображается лоудер, если элемент еще не загрузился. А теперь представьте, что у вас не LTE интернет, а какой-нибудь 2G, GPRS, да даже 3G. Мы, конечно, привыкли, что в России, в большинстве городов сейчас интернет быстрый, все супер, но не стоит забывать, что в других странах все обстоит не так радужно, и пользователь может увидеть эти лоудеры достаточно часто. В данном случае, я думаю, что вероятность стабильной долгой сессии сводится асимптотично к нулю. Поэтому наша цель — это оптимизировать получение и обработку данных для отображения в нашем приложении. Для чего это вообще нужно и почему это важно? Во-первых, кэширование у нас ускоряет доставку контента пользователю. В свою очередь, ускоренная доставка контента улучшает UX нашего пользователя, а хороший улучшенный UX увеличивает ретеншин от нашего приложения, а, собственно, ретеншин увеличивает профит, который мы получаем от нашего приложения. Тут достаточно все просто и очевидно. Но вы можете сказать, да, в принципе, мы можем сложить все в кэш, вообще абсолютно все, что мы скачали, записать, все будет круто, все мы будем отображать быстро. Да, но не забывайте, что у вас кэш занимает какой-то размер на диске. И чем больше вы раздуваете приложение, тем больше оно занимает на телефоне, и тем чаще, возможно, на вас будут другаться какие-нибудь китайские анализаторы памяти, которые занимаются очисткой и так далее. Также надо учитывать, что сейчас на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия, Бразилия, не особо мощные девайсы. То есть, возможно, большинство из нас уже ходят с Самсунгами, пикселями и так далее. Все круто. У нас там по 64 гигабайта памяти, 8 гигов оперативки и так далее. Но, поверьте, люди, которые очень ценят это самое место на телефоне, скорее всего, выберут вашего конкурента, если он меньше этого места занимает. В процессе подготовки доклада я пробежался по памяти своего телефона, посмотрел, какие приложения занимают больше всего памяти. И был хоть не удивлен, но немного неприятно огорчен. Начнем со слэка. 4,62 мегабайта в тотале, при этом 341 мегабайт в кэше. Но, я думаю, все помнят, что в слэке мы переписываемся с коллегами. И там не особо много, скорее всего, картинок, а чистый текст. Хотя по памяти у нас занимает 341 мегабайт. И в оффлайне он достаточно нефункциональный, скажем так. Второй пример — наш любимый Google Chrome. 677 мегабайт в целом и 450 мегабайт в кэше. Я считаю это достаточно большим размером, особенно на телефоне с маленькой памятью. При этом, скорее всего, он хранит просто страницы. Если бы он хранил в кэше скачанные файлы, скорее всего, это было бы уже не в кэше, а в юзердате. И третий пример, я думаю, все так или иначе видели в памяти, если копались у себя, это Инстаграм. 539 мегабайт кэша. При этом попробуйте в оффлайне открыть ленту, вы увидите там пару фоточек, пару сториз, и посерфить у вас особо не получится. То есть здесь явно мы видим, что кэш достаточно протухший и часто не используется. Но, конечно же, никто не идеален, и мы в свое время также использовали достаточно много пространства в кэше для скачивания изображений, видео и хранения их. Поэтому добавлю еще немного информации перед тем, как мы перейдем к стратегиям по нашему приложению, так сказать, для интриги. Статистика до реализации кэширования у нас была такова. В момент прихода пользователя на элемент, который он хочет посмотреть, распределялась загрузка так, 25% бралось из кэша, из хранилища, и 75% все еще догружалось со сервера или с CDN-ки. Такое у нас было такое соотношение, и в голых цифрах у нас есть некоторые данные, что прогресс баров было полтора миллиона в сутки со всех пользователей, то есть как раз-таки тех самых крутилок, которые мы видели в начале. Ретри-баттонов было миллион. То есть ретри-баттон — это такая кнопка, по которой пользователь может форсово запустить загрузку еще раз. Она появляется, когда у пользователя, например, выпал соки таймаут инсепшн, пропал интернет, либо он слишком долго видел крутилку, то есть, например, в течение 10 секунд. Таких эвентов было миллион. И при этом отображение контента было 100 миллионов, то есть чисто на Android-клиенте. То есть наши пользователи в сутки просматривали 100 миллионов контента. Это информация для того, чтобы проанализировать ее потом. Перейдем же к стратегиям кэширования, которые чаще всего используются, и которые мы взяли за основу в нашем приложении. Это LazyCash, SynchronizedCash, WriteThroughCash и LeastRecentUcedCash. Ну, или известно как LRU-кэш. Достаточно популярная стратегия в Android-приложениях. Прежде чем мы перейдем к их анализу, я хочу предупредить, что вам нужно достаточно сильно сейчас сосредоточиться, так как на каждую стратегию будет по блок-схеме. И ее надо будет немножко проанализировать. Да, я понимаю, что с утра это делать обычно не хочется, но давайте постараемся. Я это сделал максимально понятным для вас, чтобы было удобно наблюдать. Начнем с LazyCash. LazyCash — это такой hello world в мире кэширования. LazyCash достаточно прост в реализации, и давайте посмотрим, как это выглядит схематично. То есть есть у нас такая небольшая схемка, но давайте в целом ее не охватывать, пойдем по шагам. Все схемы в стратегиях будут делиться на чтение и запись, и начинать мы будем с записи. Сначала идет проверка, есть ли информация по какому-то идентификатору или ключу в нашем хранилище кэша. Если есть, то мы просто ее возвращаем и обрабатываем, отображаем пользователя. Если нет, то идем на наш сервер, запрашиваем какие-то данные и анализируем результат. Если он плохой, то есть зафейлился, то просто выкидываем фейл, отображаем пользователю ошибку, попробуем, возможно, в дальнейшем перезапросить. Если все хорошо, результат нам пришел, мы эту дату возвращаем на отображение, возвращаем на обработку и одновременно записываем в кэш. Что происходит в записи? Ну, в записи просто мы записываем кэш в хранилище. И все, собственно, алгоритм завершен. Какие плюсы и минусы у данного подхода? Данную стратегию достаточно просто реализовывать, легко переиспользовать. То есть вы можете перенести этот код на какие-то разные абстракции, в другое приложение даже, в принципе, и все будет круто. Кодовая база, в принципе, не будет у вас достаточно большой. При этом закэшированные данные не зависят от соединения. То есть вы один раз их скачали, и вам не нужно их инвалидировать, и у вас все уже есть. Что дает нам следующий плюс? Это мгновенная доставка данных. Пользователь не будет зажидать, он пришел в приложение и увидел сразу уже контент. Из минусов – это нет инвалидации в алгоритме по умолчанию. Объясню. Если вы допишите сюда инвалидацию, это будет уже не совсем лейзи кэш. Кэширование обычно стратегии строится так, что вы дописываете какие-то плюшки, инвалидации, возможно, условия записи. Это уже, скорее всего, совсем другая стратегия. Вы это заметите в дальнейшем. Где использовать? Чаще всего в общем понимании можно использовать это в приложениях с возможностью дозагрузки данных, которые не изменятся в последующем. То есть это справочники, читалки, оффлайн-приложения, которые пользователь может просто без интернета открыть. Или в узком смысле вы можете какие-то данные записать в преференсы, которые у вас за все время жизни приложения просто не изменятся и будут лежать. Вы получили их, например, тот же самый, не знаю, ГТПР, который недавно вышел, не вышел, вернее, а приняли закон европейский. В принципе, по лейзи кэшу достаточно все просто и понятно. Поехали дальше. Синхрониз кэш. Здесь достаточно все понятно из названия. Синхронизированный кэш. Скорее всего, мы пойдем на сервер, чтобы синхронизироваться. Давайте рассмотрим блок-схему. Она достаточно расширилась, поэтому будем ее также разбирать по частям. Начнем с чтения. Здесь та же проверка, лежит ли наш кэш уже в сторидже. Если да, то добавляется следующая проверка. Валиден ли он? Какие признаки валидации могут быть? То есть у вас кэш, например, хранится не больше суток, недели, месяца. То есть по времени, либо, например, по памяти. Если он валиден локально, то есть вы пока никаких запросов не делали, вы идете на сервер и проверяете, а валиден ли он вообще. То есть не изменилась ли наша информация на сервере в принципе. Это можно сделать, например, по таймстэмпу, по какому-нибудь хэш-коду. Как удобнее. Это уже детали реализации. Если ответ пришел, мы анализируем кэш валиден. Валиден, если сервер вернул, да, все хорошо, можешь отображать, мы возвращаем эту дату. Для чего это сделано? Для ускорения доставки данных. То есть, возможно, у вас какие-то супербольшие данные в пару мегабайт, и вы хотите это ускорить намного, чтобы просто получить ответ, респонс, там, yes, no, success, не success, там, 200 код или так далее, намного проще, чем выкачать кэш, ну, выкачать информацию заново. Если же кэш невалиден в одной из проверок, в локальной, либо серверной, то мы инвалидируем кэш. То есть мы его либо удаляем, либо как-то готовим для переиспользования в каком-то виде, что отобразить, что наш кэш устарел, обновитесь и так далее. После инвалидации кэша мы также идем на сервер или в случае, если этого кэша в принципе в сторидже нет, мы, как и в прошлый раз, идем на сервер, анализируем результат. Если фейл, то возвращаем ошибку, если нет, то записываем в сторидж и одновременно возвращаем на отображение, обработку и так далее, как удобно. Что происходит в записи? В записи все достаточно просто. Мы проверяем, есть ли у нас этот кэш, опять же, в сторидже. Если есть, то обновляем, чтобы у нас не было путаницы, двойных сущностей и так далее. Если нет, то просто записываем заново и все, достаточно просто. Какие тут достоинства, недостатки у этой стратегии? Здесь, как я сказал, появляется ускоренная доставка актуальных данных. То есть она уже не мгновенная, так как нам нужно сходить на сервер, засинхронизироваться и проверить, все ли у нас хорошо. И при этом появляется инвалидация кэша, которая может нам добавить некоторые ограничения в памяти, например, чтобы не расширять его, и держать актуально свежие данные. Но при этом, как вы, я думаю, поняли, минус — это зависимость от соединения. Нам нужно сходить на сервер, потратить на это какое-то время. Если вообще соединения нет, то мы не можем гарантировать пользователю, что у нас данные актуальны. Где можно это использовать? В глобальном плане это приложение с этим длинным невыговариваемым словом, то есть с неидемпатентными данными, то есть данные, которые при повторном запросе могут вернуть другой результат. При этом пользователь, в принципе, их не может ни добавить, ни изменить, ни удалить с клиентской стороны. То есть это такие приложения, как покупки билетов, например, где джейсонки занимают достаточно много места и проще, например, проверить их актуальность. Но при этом цена может на билет измениться, этот билет может быть куплен, он пропадет и так далее. То есть что-то поменяется. Ну, либо новостные приложения, то есть новость дополняется редактором, например, и пользователь при следующем входе в приложение будет видеть уже актуальные данные. Но если новость неизменна, он ее практически мгновенно, скорее всего, получит и прочитает. Далее у нас следует write-through кэш. Из названия этого уже не так понятно смысл, то есть не так, как синхронист кэш, но тут добавляется, как вы понимаете, запись. Это самая сложная схема, которая будет сегодня. Вот такая большая. Давайте ее быстренько разобьем, декомпозируем, разобьем на несколько частей. Что происходит в чтении? А в чтении происходит то же самое, что и в синхронист кэш. То есть, как я и говорил ранее, вы накручиваете какие-то дополнительные условия, и у вас рождается новая стратегия. Поэтому не будем заострять внимание на чтении, посмотрим, что происходит у нас в записи. А в записи добавляется проверка, есть ли у нас внутренние локальные изменения. Если они есть, мы идем и говорим серверу. Надо обновиться. Надо обновить эти данные и получаем результат. Если фейл, то возвращаем пользователю ошибку и говорим, дружище, надо как-то повторить этот запрос или что-то сделать. Не получилось записать, попробуй позже. Если у нас success или внутренних каких-то изменений нет, то мы проверяем, опять же, есть ли у нас эти данные в кэше. Если есть, обновляем старые. Если нет, то записываем новые. Тут, как говорится, какие есть pros and cons. Это та же ускоренная доставка актуальных данных, которая переехала из синхронист кэш, но при этом появляется полная синхронизация с сервером. То есть, что бы пользователь ни сделал, его данные будут всегда в актуальном состоянии, если не возникло крайних условий ошибок. И минусов здесь прибавилось. Это зависимость от соединения, которая была. Но при этом при неудачной записи нужно возвращаться назад, говорить пользователю, дружище, надо повторить запрос. Мы не можем выпилить из памяти, например, какие-то большие данные, так как мы их держим, чтобы отобразить, потом вернуть в случае фейла и так далее. И чаще всего это сложная реализация. Где непосредственно использовать? В общем плане в голову приходят мессенджеры, какие-то облачные сохранилища, то есть приложения, где пользователь может с данными поиграться, их удалить, добавить, изменить и так далее. Самая сложная стратегия, я думаю, это. Перейдем к нашей последней сегодня стратегии, и самой любимой это list recent used cache. Я думаю, многие с ним знакомы, либо слышали хоть раз, как он выглядит. Выглядит достаточно просто, уже нет таких нагромождений. Давайте посмотрим пристальней. В чтении что мы видим? А мы видим то же самое, что и в lazy cache. То есть у нас проверка на хранение данных в хранилище, и request — все то же самое. Поэтому заострять на это внимание не будем. Что происходит в записи? В записи появляется инвалидация. Появляется проверка, нужно ли у нас удалить самый старый кэш из хранилища. Но LRU подразумевает list recent used, то есть самый нечасто используемый. У LRU есть достаточно много вариаций. Это MRU и другие накрутки, которые вы можете приписать к recent used. Например, middle recent used, который средней частоты использования кэш и так далее. Если в проверке, нужно ли удалить, у нас выполнилось условие, то есть наш кэш занимает слишком много памяти, нужно как-то последний почистить. Либо уже самый последний используемый кэш слишком долго лежит у нас в хранилище, и нужно его почистить. Мы его просто удаляем. Если нам не нужно чистить, мы просто записываем новый кэш. Вот и все. То есть LRU достаточно выглядит просто, но достаточно коварная штука. Смотрим, почему. Из плюсов это закэширные данные, которые не зависят от соединения. Плюсы переехали все из лейзи кэша. То есть мгновенная доставка данных за счет того, что мы независимы от интернета. И появилась гибко настраиваемая инвалидация. То есть мы можем при записи достаточно много условий накрутить, которые нам будут интересны, которые нам будут полезны. Но из этого плюса вырастает и минус, что необходимо следить за этой самой инвалидацией, потому что инвалидация происходит именно на записи. То есть раньше в предыдущих стратегиях инвалидация была на чтении, здесь она на записи, поэтому вам нужно быть аккуратным, чтобы не сделать какие-то мискаши. Либо пользователь придет на элемент, а он у вас следующий, а кэш вот только перед ним почистился. И его надо заново запрашивать. Это не очень приятно, я думаю, и для пользователей, и для вас. Ну и чаще всего это сложная реализация за счет того, что инвалидация у нас все-таки сложная, и нужно постоянно следить за этим. Где, собственно, использовать? Это приложение с тяжеловесным контентом, такие как наш айфани, инстаграм, то есть где много картинок, видео, лент и так далее. На этом стратегии кэширования, которые чаще всего используются, которые я выделил в этот доклад, закончились. И пришло время рассказать о том, как мы выбирали эти стратегии, и, собственно, как и почему мы стали властелинами кэша в нашем приложении, и как это проявилось на кодовой базе, и как принесло нам большой рефакторинг. Начнем с того, как все началось. В своей статье на Хабре про FastArt видео я упомянул, что у нас есть какое-то кэширование, но это совсем другая история, поэтому пришло время как раз-таки рассказать ту самую историю. Началось это все с маленькой фичи под названием FastArt Video. Суть этой фичи в том, что видео грузится не целиком, а частями, и видеоплеер может его отыгрывать по загруженным байтам. То есть видео может остановиться посередине, возможно, вы видели это в Инстаграме, когда слабое соединение появляется и прогружается дальше. Но нам не подходили стандартные реализации плеера, поэтому мы решили написать свою, написать свой дата-сорс. Вы можете подумать, ну блин, у вас же есть стримы из OKHttp, с которым вы качаете видео. Можете просто в дата-сорс пихнуть стримы, и все круто, все заработает. Но почему нет? Видео нам в приложении нужно зацикливать, и нужна возможность отматывать видео на самое начало из любого его места. Обычные потоки или стримы так не умеют, потому что у них нет функции возврата. То есть SIG у них не работает, то есть данные, которые вы прочитали, назад уже заново вы не прочитаете. Поэтому мы решили реализовать это все на файлах. Но файл мы выбрали непростой, мы выбрали класс RandomAccessFile. И выбрали его не просто так, потому что программисты, мы же люди обычно с критическим мышлением, и закладываем решения на перспективу. И мы в свою очередь заложили. У нас была одновременная запись и чтение в одном и том же классе. Это как раз-таки часть первой реализации DataSource, то есть мы получали какие-то данные из сервера нашего, записывали их в файл с видео и возвращали их же, считывали их заново и возвращали их медиаплееру для отображения. С этой реализацией мы прожили некоторое время, то есть 2-3 месяца. Но нужно понимать, что приложение постоянно развивается. У нас много АБ-экспериментов, просто фичей. Мы анализируем пользовательские ивенты, которые записываем в аналитику. И поэтому мы поняли, что мы немного неправильно загружаем наш контент. В чем это сказывалось? Вот такой у нас был старый вариант префечинга. У нас в приложении был ViewPager, сейчас Recycler. И средний элемент, это тот, на котором мы стоим, и от него загружаются 2 справа и 2 слева. Итого 5. Но анализ хитмапа, который мы построили по ивентам просмотров контента, показал, что у нас пользователи чаще всего листают справа налево и не возвращаются обратно. То есть такая загрузка только тратит нам ресурсы. Поэтому мы решили обновить наш префечинг и сделали его вот таким. То есть у нас самый крайний элемент грузится и грузится еще 4 справа. Но, как вы понимаете, силами ViewPager это сделать не удалось, так как обычно он офсеты делает справа-слева одинаковые. И мы подумали, что, блин, опять контентов-то грузить одновременно, наверное, затратно. Ведь пользователь может не прийти в принципе на этот экран. То есть получится такая ситуация, что мы опять загрузили, распределили ресурсы, а при этом и на них не пришли. То есть и скорость загрузки медленнее, и потоки забиваются. Поэтому мы решили сделать загрузку по весам. Как это выглядит? То есть у нас есть какие-то веса условные. Например, у изображения будет условный вес 3, у видео условный вес 5, и всего максимально наша загрузка может занимать 11 условных единиц. как вы видите на экране. И за счет этого мы можем оптимизировать нашу загрузку, наши ресурсы по загрузке. Например, у нас может теперь одновременно качаться три картинки, либо две картинки и одно видео, либо два видео. В данный момент вы можете так подумать, блин, дружище, ты нам тут про кэш пришел рассказывать, а рассказываешь про какие-то загрузки вообще. Но поясню. Для такой реализации нам нужен какой-то донлоуд менеджер, правильно? А донлоуд менеджер в идеале должен управлять абстракциями. Но как управлять абстракциями? Если у нас картинки загружаются через Glide, обычное видео через OKHttp, а FastArt видео загружаются, в свою очередь, через Data Source. То есть нам нужно как-то все это вынести в абстракцию, и мы подумали, а почему бы нам все загрузки не сделать как FastArt видео? То есть мы пишем файл, то есть мы берем просто из OKHttp поток данных, ведь все изображения, видео — это просто набор байт, и просто их записываем в файл. Но в случае FastArt наш файл был скорее temp-файлом, то есть он уничтожался в тот момент, когда и фрагмент уничтожался, то есть он был зависим от lifecycle фрагмента. Но в данном случае у нас может не быть ни вьюг, ни фрагментов, которые будут содержать этот контент, а в Download Manager должен их уже качать. Как быть? Поэтому мы решили сделать все как в FastArt, но при этом написать свое кэширование. То есть наши файлы уже будут кэшом, но для этого нужен какой-то менеджер. Но перед тем, как все реализовывать, надо же это все, естественно, проанализировать, прочитать по ресурсам и так далее. Что давал нам новый подход? Это избавление от фрагментации. То есть мы теперь не нуждались в скачивании наших изображений видео из разных источников. То есть все теперь должно пойти через OKHttp, через наш свой data source. При этом мы получаем контролируемое дисковое пространство, так как мы теперь будем все данные держать в одном месте, в папке кэша, и легко мы сможем ее почистить, обрезать по памяти и так далее. И появляется переиспользование. Так как Download Manager будет у нас работать на абстракциях, мы спокойно можем, например, дописать скачивание аудио через Download Manager и запроцессить его отдельно. То есть Download Manager в принципе не будет знать, что он качает. Он качает просто набор байт. Но при этом все же будет дорогая реализация, так как это масштабный рефакторинг. Но у нас ресурсов хватало, все в команде было время. И мы решили, почему бы нет? Давайте сделаем. Мы достаточно хорошо продаем наши идеи бизнесу. Менеджеры согласились, все, круто, давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится. Для того, чтобы нам написать свой кэш, естественно, нам надо было выбрать стратегию кэша. Какие критерии мы поставили для выбора? Это ограниченный размер кэша. То есть мы должны следить по памяти и не раздувать приложение, как я показывал ранее, старые версии. При этом реализация должна быть не сильно хардкодной, чтобы вообще не было такой ситуации, что один разработчик, который это все реализовал, только он знает этот код и никто больше. При этом стратегия должна легко была интегрироваться в систему загрузки, которую мы как раз таки придумали, вот эту загрузку по весам, и она должна была легко с ней взаимодействовать. Ну и, естественно, конфигурируемая инвалидация, конфигурируемая запись и так далее. Наша реализация получилась немного на стероидах. То есть мы сделали кэширование частично скачанных файлов, ограничили размер кэша в 100 мегабайт и сделали очистку кэша после 5 минут взаимодействия в фоне. И, естественно, как вы, я думаю, догадались, самая популярная стратегия, которая у мобильных разработчиков есть, она больше всего нам и подошла. То есть мы решили написать свой LRU кэш и сделали это. Как это выглядит в абстракции? У нас есть классы, например, кэшэнтити, который представляет собой непосредственно обертку над файлом кэша и хранит в себе итоговый размер этого файла и текущий размер, который мы скачали, так как вы понимаете, что фастарт видео качается чанками, то есть частями и может быть меньше итогового размера, само собой. При этом этими сущностями управляет кэш-менеджер. Он реализует стандартное LRU-поведение, при этом занимается очисткой кэша во время сессии, то есть в фоне, и динамическим вытеснением, так как у нас одновременно может скачиваться до трех файлов. И, как вы понимаете, при превышении лимита по памяти нужно как-то это чистить. Кэш-менеджер этим как раз-таки занимается. Как он взаимодействует с донлод-менеджером? У нас есть… Мы написали донлод-менеджер, который реализует ту самую загрузку по весам и достаточно просто взаимодействует. Когда донлод-менеджеру нужно что-то скачать в файл, он идет в кэш-менеджер и просит, дружище, дай мне, пожалуйста, вот entity, в которой я могу закачать это все. Если у кэш-менеджера уже есть такой entity, то он его просто возвращает. Если нет, то создает новый, и донлод-менеджер туда загружает. В свою очередь, когда донлод-менеджер что-то уже пишет в файл, он говорит кэш-менеджеру, дружище, я вот тут пару байт накинул в файл, посмотри, не нужно ли тебе там почиститься и как-то нам место освободить. Ну и в принципе, да, повещает об изменении размера кэш-энтити. Но это же надо как-то все связать с отображением, и сырые файлы нам нужно как-то запроцессить. Поэтому у нас появляется контент-провайдер, который у нас занимается процессингом файлов в конечный контент, то есть в drawable, либо он уже отдает файл видео на процессинг и так далее. Вернее, медиаплееру. Какие коллбеки здесь появляются? Если контент-провайдер берет из кэша и говорит, так, мне вот по этому ключу нужен кэш, кэш-менеджер отдай его мне, пожалуйста. Да, кэш-менеджер возвращает, либо создает новый энтити. Контент-провайдер смотрит, а готов ли этот файл вообще к процессингу, скачан ли он до конца, все ли с ним хорошо. Если нет, то контент-провайдер говорит, download-менеджер, что, дружище, мне нужно докачать этот файл. И download-менеджер по старой схеме забирает, опять же, этот энтити по ключу и докачивает в него. Как это все связывается с вьюхами? У нас есть какие-то вью-контроллеры, то есть у нас их 5, как в том алгоритме загрузки, например, но вы можете заметить, что вью-контроллеры некоторые сплошной линии обозначены, а некоторые штрих-пунктирные. Что это значит? В сплошной линии вью-контроллеры обозначены, которые уже готовы к отображению контента, то есть вьюхи для них уже создались, и они могут уже вставить готовый контент. А штрих-пунктирные – это вью-контроллеры, которые вьюх не имеют еще пока, они их не отрисовали, ничего не произошло, но контент как бы уже хорошо бы загрузить, чтобы пользователь не ждал в момент прихода на них. В чем отличается логика? Как раз-таки здесь появляется разделение на фечь и префечь. Вью-контроллеры, которые готовы отображать контент, вызывают фечь, то есть загрузку и процессинг у контент-провайдера. А в свою очередь вью-контроллеры, которые не готовы, они просто триггерят загрузку. И в контент-провайдере они подписываются на эту самую загрузку и коллбеки отрабатывают. То есть контент-провайдер, когда уже готов запроцессить файл, он возвращает все просто вью-контроллером, и вью-контроллер уже отображает это все пользователю. И вернемся к началу нашего доклада, какая была в принципе статистика до реализации. Что у нас было? Это кэш 25%, нетворк 75%. После реализации нашего нового алгоритма соотношение значительно изменилось. Стало кэш 90%, нетворк при этом 10%. То есть за счет того, что мы сместили загрузку, добавили кэширование, новую логику, у нас такое значительное изменение произошло. С помощью чего мы это все анализируем? Я думаю, многие из вас пользуются какими-то анализаторами ивентов типа Firebase, Analytics, Answers и так далее. Мы эти ивенты смотрели в Answers. Как это выглядит в принципе в Answers? У нас есть событие from cache, и вы видите как раз-таки эти 90%. И в один день они немножко сблизились. Это связано с тем, что CDN начала медленнее отдавать контент, были какие-то сбои и так далее. Напомню, что было в голых цифрах. Статистика до реализации была такова. Прогресс баров было 1,5 миллиона, ретраев 1 миллион и контентов 100 миллионов. Что произошло после реализации? Сразу скажу, что у нас не было какого-то мощного прироста аудитории. То есть это было обычное обновление, но оно было растянуто по времени, итеративно. Какой рост нам перенесло кэширование? Прогресс баров стало в три раза меньше. То есть за счет того, что мы уже имели готовый контент, прогресс бары просто пропали, потому что мы не ходили в нетворк, не загружали их заново. И достаточно хороший результат для нас даже превзошел наши ожидания. Ретраев сократилось в 2,5 раза. То есть понятное дело, что это достаточно асимптотическая величина, что к нулю она никогда не придет, но ретраев стало намного меньше, пользователи стали менее раздражительными, и за счет этого они стали смотреть больше контента на 30%. То есть 30 миллионов просмотра контента выросло за счет того, что мы просто переработали весь алгоритм кэширования и загрузки. По-моему, результат достаточно хорош, и мы сделали то, что хотели, все цели поставленные мы достигли. То есть мы тем самым оптимизировали получение и доставку контента для пользователя, и, как вы видите, за счет улучшенного UX вырос ретеншн, вырос просмотр контента. Какие выводы, в принципе, можно сделать из всего этого? И советы вам по реализации, если вдохновившись моим рассказом вы решили, давайте напишем. Убедитесь, что вам действительно нужно кэширование. То есть для начала нужно понимать, что рукописное кэширование – это не такая простая вещь и требует достаточно долгой реализации, за ней нужно следить. И есть множество решений из коробки. Например, у того же OKHttp есть кэш-контрол, у Glida диск-кэш-стратеги, у Picasso Network Policy Memory Policy, у LRU-кэша. Это, вернее, есть даже базовый класс LRU-кэш Android Util, который управляет оперативным кэшом, то есть оперативной памятью. Вам тут уже не нужно ничего придумать, Google все сделали за вас. И небезызвестная библиотека от небезызвестного Джейка Уортона, диск LRU-кэш, который делает то же самое, что и LRU-кэш андроидовский, но с файлами, то есть физическим кэшом. Если вы все-таки решили это делать, то есть, возможно, вам это уже подойдет. То есть бизнес все-таки… Давайте не будем забывать, что у бизнеса есть также свои требования, свои какие-то ограничения по ресурсам, по времени, и, возможно, им подойдет просто решение из коробки. И вы такие, ну, хорошо. Если вы решили все-таки реализовывать какую-либо стратегию, вам нужно выбрать ее правильно и приготовить ее правильно. То есть, возможно, это будет коллаборация стратегий. В нашем личном приложении у нас четыре этих стратегии, перечисленных, они используются. Лейзи кэш в преференсах в некоторых местах, синхронист кэш в комментах, write-through кэш у нас используется в мессенджере, то есть у нас есть свой чат и так далее. Если вы приготовите ее правильно, то есть у вас минимизируются какие-то грабли, на которые вы можете наступить при реализации, и вы избежите таких проблем, как какой-то рефакторинг в случае неучета возможностей или невозможности конкретной стратегии. Также не забывайте очищать и инвалидировать кэш, так как, я думаю, не очень приятно иметь, стаскать с собой в памяти полгигабайта в приложении, которая просто смотрит картинки, видео, либо там даже тот же слег в мессенджер, где вы обмениваетесь текстовыми сообщениями, не очень приятно. И, возможно, китайские анализаторы также будут на вас ругаться, и вы попадете под горячую руку пользователя, когда ему нужно будет сфоткать какое-то красивое место, а анализатор такой, а нет, памяти нет, вы такие, а, снесу потом, устанавливаю, если что. При этом внедряйте кэширование итеративно. Я думаю, достаточно простая истина, но все же при итеративном внедрении вы можете наблюдать за тем, как пользователь реагирует на это, вы посмотрите аналитику и решите, что сделать дальше. Выбрали ли вы правильную стратегию, много ли миска-эшов или нет, и при этом будете уверены, что двигаетесь в правильную сторону. И, если что, можете поправить какие-то баги. Ведь согласитесь, что тестировщики не всегда находят баги, те, которые хотелось бы, и лучшие тестировщики наши пользователи. И при этом не забывайте анализировать эффективность этого самого использования. То есть как бы вы идеально не реализовали стратегию, от нее нет никакого смысла, если она не приносит профита. То есть наблюдайте за тем, на что ваше кэширование, на какие показатели должно повлиять. И особенно уделите внимание на те показатели, на которые ваша стратегия повлиять вообще не должна. То есть не ломает ли каких-то юзкейсов она у вас в приложении. Ну а тем, кто решился, могу пожелать удачи, обсудить с коллегами и так далее. Если что, пишите на мою почту, в Telegram, также заходите на Хаббер, буду постить туда классные статьи, надеюсь, и будет интересно. Но перед тем, как закончить, я бы хотел сказать, что у меня есть вот такие классные пауэрбэнки от нашей компании, которые я раздам за хорошие вопросы. поэтому будем надеяться, что и вам понравилось, и я хорошо повлиял на ваше мировоззрение и замотивирую этим самым как-то проснуться, так как все-таки первый доклад. И спасибо вам за внимание. Жду ваших вопросов. Спасибо за доклад. Вопрос такой, сталкивался с кэшированием, при этом мы контент сохраняли в базу данных, а контент не демпотентный такой, то есть он раз когда-то на сервере заводится там для людей реклама определенная и пользователь должен смотреть. То есть получается мы получаем этот контент, кладем его в кэш и в базу данных кладем, а потом, когда пользователь снова открывает приложение, мы уже должны этот видеть контент. И мы делаем подогрузку из базы данных в память. Вот насколько оправдано добавлять проверку именно на свежесть, актуальность данных в этом случае, потому что сейчас мы делаем постоянно запрос. Спасибо. Я понял. Я так понимаю, это зависит от требований, собственно, ваших, я не знаю, заказчиков, вашей команды. То есть насколько пользователю это нужно, что если нужно открыть и увидеть актуально, я думаю, запрос все-таки стоит. Но, возможно, вам также будет удобно отобразить мгновенно этот кэш, но с пометкой, что, возможно, это не актуально, либо какой-то лоадер повесить, и чтобы пользователь понимал, что это, возможно, когда-то обновится. Ну, не когда-то, а вот в текущий момент сейчас идет запрос, и мы сейчас можем эту информацию поменять. То есть я думаю, здесь нужно больше над UX продумать, а такая идея с базой данных, в принципе, я думаю, достаточно здравая, если вы как-то коллаборируете это все. Спасибо. Привет. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Во-первых, вот про WriterCash ты говорил. Как вы решаете проблему? Я думаю, что у вас же можно залогиниться в приложение с нескольких девайсов? Да. И как решается проблема синхронизации между несколькими девайсами? Я понял, спасибо. У нас приходят… Я так понимаю, самое актуальное – это вот пуши, куда приходят и так далее, или именно информация? Ну, информация какая-то. То есть, допустим, один пользователь с одного девайса предактировал, что-то потом с другого предактировал. И как эти данные там как-то мержатся? Есть ли вообще такие проблемы? Это решается на бэкэнде. То есть токены постоянно меняются в зависимости от последнего использованного девайса. То есть, если токен актуализируется с того девайса, с которого происходят изменения. То есть, если мы изменили на одном, отправили на сервер, сервер хранит токен этого девайса. Перешли на второй, отправили на второй, сервер получил новый токен и заредактировал, но при этом вернул данные актуальные нам на другой девайс. То есть, у нас два этапа происходят. То есть, после того, как мы зааплоудили, Мы также можем увидеть в статусе, в хедере, например, я абстрактно говорю, в хедере какие-то данные, что нужно актуализировать. Мы можем проанализировать этот ответ от сервера на редактирование и понять, нужно ли нам перезапроситься или нет. Как-то так. Понятно. Ну, то есть просто перезапросить контент, если нужно это сделать. Это и рулится на бэкэнде, скажем так. То есть клиентская логика только следить за ответами и применять ту или иную логику в зависимости от кода ответа. Спасибо. И второй вопрос. Во время префетча, допустим, если у вас происходят тайм-ауты или какие-то другие экземпшены, проблемы, как у вас решается проблема с кэшем? То есть что будет, если данные во время префетча какие-то проблемы произошли? Как будет вести себя кэш? Я понял. Каждая загрузка имеет свой статус. И если она не прошла, то есть, например, мы зафейлились на пятом элементе, на крайнем пятом элементе, то при свайпе мы обновляем статус и смотрим, все ли у нас корректно. Если нет, то еще раз запрашиваем этот контент. То есть если он до сих пор грузится, мы ничего не делаем. Если он загрузился, то хорошо. Процессим или нет, в зависимости от его положения. Но если он не загрузился, зафейлился, то пытаемся загрузить еще раз. Спасибо за доклад. У меня вопрос про Glide. Еще недавно было довольно сложно к нему прикрутить какой-то кастомный кэш. Что у вас с ним произошло в проекте? Отказались ли вы от него? И в итоге как вы грузите картинки? Да, спасибо. Мы за счет контент-провайдера, который процессит, мы от него отказались в итоге. И просто процессим так же, как и видео. Мы преобразуем в Drawable через Bitmap Factory и, собственно, отображаем. Спасибо за доклад. Как я понял, у вас кэширование сейчас для контента в основном, да? Да. А вот скажите, планируете ли в будущем, или бизнесу это не так нужно, кэшировать полностью запросы, например, как в Инстаграме? То есть можно в авиарежиме смотреть весь контент? Дело в том, что, да, мы сейчас контент именно кэшируем. То есть его можно будет посмотреть, но мы планируем, так как это достаточно много времени занимает, мы планируем все картинки, грузящиеся, в принципе, в приложении, перевести на этот кэш. То есть даже аватарки те же самые, картинки в комментах и так далее. Для того, чтобы у нас в итоге кэш не раздувался больше 100 мегабайт. Сейчас его, если постараться, его можно все-таки раздуть. То есть если вы будете свайпать ленту, он не раздуется. Но если пойти там тумбы подкачать, аватарки из комментов, то из профилей, то его можно будет раздуть. Поэтому мы в дальнейшем будем переводить на это кэширование все остальные какие-то изображения, видео. Что касается как у Инстаграма, бизнесу не нужно в данный момент держать ленту целиком. Но я думаю, в ближайшие пару месяцев есть пару задач на это. Думаю, реализуем и возможно даже вылететь в статью на Хабре. Посмотрим. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня к вам вопрос по поводу… Вот у вас было видео. То есть пользователь может с любого момента начать его просматривать. Ну и соответственно кэшировать в принципе можно тоже с любого момента. Вот. И тогда возникает вопрос, если у вас абстракции, да, то есть вам неважно видео это или нет, то в принципе вы можете и картинки грузить с любого момента, да, и докачивать в принципе так же. У вас реализована, ну то есть подкачка, если в случае ошибки, то есть докачивать любые файлы. Да, я понял. Нет, картинки не реализованы, потому что они занимают не особо много места. У нас бэкэнд достаточно хорошо их ужимает, поэтому в этом нет особой необходимости. Вот. Но возможность такая, я думаю, есть. И тогда она сведется… У нас сейчас в данный момент два класса, которые отвечают за загрузку. Это именно загрузка цельных файлов, которые мы не качаем частями, и загрузка вот во старт видео. При переконвертации картинок под этот формат у нас останется одна реализация, даже будет проще. Но пока требований таких нет, и в принципе целесообразности мы в этом не находим, поэтому оставили так. Спасибо за доклад. Да, вот такой вопрос про формат видео тоже. А вы смотрели в сторону HLS или Dash, чтобы у вас из коробки сразу был, да, и скачивание параллельных чанков, и их проигрывание, и опять же из коробки получить можно тот же адаптивный стриминг? Да, смотрели, но в рамках реализации фаст-старта задача была минимальными силами сделать это и проверить, это было АБ-экспериментом, скажем так. Поэтому в данном случае проще всего было сделать через MP4 с флажком, собственно, конвертирования фаст-старт, чтобы все метаданные в начало файла скинулись. Вот, поэтому как-то вот так. То есть все, что я рассказал, оно делалось достаточно небыстро, и это было в рамках, наверное, полугода, поэтому мы сложные, ну не сложные, а разнообразные реализации не особо, скажем так, предпочли, а предпочли пойти по пути меньшего сопротивления через MP4. И тем более наш контент, он весь в MP4 был, и нам проще было его переконвертировать на CDN. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой. Вы сказали, что у вас используются весы для разных типов контента. А как эти весы, на каком уровне они разруливаются? То есть как вообще механизм этот работает? Можете поподробнее рассказать? Да, конечно. Мы передаем эти параметры через фичу и уже рулим им. Я в рамках доклада не сказал, но еще эти веса зависят от соединения, то есть максимальный вес, для того, чтобы максимально оптимизировать загрузку. То есть, например, нам пришло сервера 3 на картинку, 5 на видео, 11 на общий, и при этом серверу еще пришло 6 на плохое соединение, то есть максимальный вес. И за счет фичи мы разруливаем это. То есть мы можем поменять и оптимизировать эти веса, например, 2, 5, 10, например, и проанализировать, как тогда пользовательская реакция, какая будет. То есть я так понимаю вопрос, как мы эти веса определяем. Ну да, то есть мне было интересно, у вас это динамически как-то пересчитывается, эти веса постоянно? Да, собственно, приходят в начале сессии с сервера в хичой и динамически рулится максимальный вес в зависимости от соединения.